Всем хайушки, с вами я, Александр, это канал AimBot, и сегодня мы отправляемся в Телис Нуар, так как здесь проходит ивент, он уже на самом деле заканчивается, ивент связан с F-демонами, поэтому мы сегодня сделаем гачу на F-демонов, вот такую вот, ну, соответственно, уже завтра будет, наверное, обновление и что-то уже новое добавится. Я действительно очень хотел прокрутить эту гачу, но не было средств, сейчас немножко качка есть, и, соответственно, мы посмотрим, что нам сегодня выпадет. Будем суммонить более 50, наверное, прокрутов, поэтому будет, наверное, интересно, мы так же, как будем и по 10 делать, так же, как и сольники будем крутить, смотреть, поэтому посмотрим, что будет выпадать, как будет нам сегодня будет лучше вести такой мини-челлендж между прокрутами, ну и, соответственно, здесь очень прикольные награды, да, почему не заинтересовали, во-первых, здесь есть рамочки, всячески вот эти вот, так же есть яйца, и есть всякие интересные легенцы на прокачку ивентимонов, вообще всякие разные вещи, так же здесь вот тоже есть яйцо ивентимонов, хотел бы их получить, и, соответственно, его одно, здесь одна покупка, и так же вот хотел бы чертеж, на данный момент мне на чертеж, в принципе, хватает, но хотелось бы еще что-то, поэтому, есть прокруты, поэтому мы сейчас справляемся. Лягушка-путешественница, все это круто, это классно, но у нас здесь немножко другой контент, погнали, возможно, попадет и выпадет вот это, я буду надеяться, но такое чудо очень редко происходит, поэтому будем только надеяться, а там как повезет. Погнали, первая десятка, начнем мы с десятки, потом, наверное, еще десятку, а потом и сольнички. Так, первая десятка. Первая десятка, парочка радужных перьев выпадает у нас, записи, ребятки, да, идет, все нормально, я перепровеляю, я бывает иногда, забываю, что-то включить, и потом видос не записывается. А вернуть прокруты уже потом уже все, нельзя будет, поэтому, как бы, так, так, первая десятка, в принципе, нормально, но не совсем то, что хочется. Здесь мы также еще получили 5 дополнительных билетов, поэтому у нас было 50, да, и мы еще вот здесь 15 получим, поэтому у нас будет 65 прокрутов, погнали. Десятка, после десятки мы уже попробуем чем-то другим сольниками, ту же десятку прокрутить соло. Так, кристаллов у нас не падает пока что, ни разу не упало, так, ну, всякое вообще, такое не очень выпало, вот 10 першек был, выпало. Мне, кстати, здесь сольника падало 199 кристаллов, поэтому тоже довольно-таки неплохо. Давайте попробуем сольниками, то есть, если здесь сейчас пока не везло, посмотрим, что у нас будет сольниками. Мы не считаем поодиночке, то есть, раз, это был первый прокрут, смотрим, что у нас выпадает. Ну, так же, как, в принципе, и в десятке, тоже, то же самое падает, по факту. Сейчас глянем, что здесь у нас. Так, улетает, улетает, вообще ничего не докручивается, пылька вот эта вот. Ладно, ок. Очень долго, на самом деле, давайте пятерку на раз сделаем прокрутов. 199, хотя ладно, хотя, может, и здесь сейчас, если начнется это. Так, это был третий прокрут. Если будут кристаллы падать, особенно в 999, то я, наверное, покрутил бы. Так, опять двоечка, это же. Ладно. Так, чё, какой-то был четвертый. Я постоянно сбиваюсь, если честно, в счёте. Так, 5, да, 5 надо ещё 5 прокрутов сделать. Поехали, ещё 5 тогда сделаем. И потом десятками-десятками, и потом в конце ещё добьём. Сольными. Так, ну, пёрышки, да, пёрышки такие. Одиночные, интересные, грустные, скучные. Посмотрим, что мы ещё сможем в итоге купить на всё это. Хотелось бы, конечно, всего и сразу и побольше, включая скин вот этой лошадки. Качелик. Было бы вообще неплохо. Ну, вот лошадки куда-то не доезжают, либо переезжают. Чаще вот в этот угол, вы заметили, падает. Всё время, в основном, вот эта вот награда. Не знаю, с чём это связано. Так, чё-то, по-моему, лишнее сейчас крутану. Единственное. То есть, вот и вот. Самые основные награды, которые здесь падают. Ну, в принципе, что и требовалось доказать. Когда вот сольниками начали крутить, более детально стало... Ну, либо одно пёрышко, вот. Третий. Третий претендент на частые выпадения. Так. У нас, ребят, 24 билета. Ладушки, последние, наверное, сольники, и потом десятки по пути. Пусть будет у нас неровное число. Мы не перфекционисты, и нам ровное число, как бы, ну, так себе. Ну, ок, ладно, кристальчики эти. Так, ладно, десятка, поехали. Десятка, и у нас ещё здесь десяточка есть. Вот здесь вот. Так, одно пёрышко. Одно такое, одно такое, одно такое. Два таких получилось. Ну, сейчас больше вот этих кристаллов стало. А, по 99, два выпали кристальчиком. Ну, по 99 неплохо. Вот, конечно, вот это было. Давайте ещё раз. Распадают кристаллы, дайте ещё пару десяточку. Вдруг раздропается сейчас, как начнёт падать по 99. И плюс ещё качельки. Так, десять пыли. Одно перо. Одно перо. Единственное, с десятки, с десятки, чаще выпадают перья. Именно вот такие вот. А с обычки падает, ну, вот такое вот перо. Так, давайте ещё десяточку крутанём. Ну, и три мы докрутим в соло. Посмотрим, что у нас выйдет. Не так много получается у нас по прокрутам, к сожалению. Так. 199. Да, неплохо на самом деле. Но вот сейчас как раз здесь не выпали, получается, перья цветные. Это плохо на самом деле. Цветных перьев надо побольше. Их надо много, чтобы получить кицу Эвдимона. И вообще бы неплохо бы получить был бы ещё свиток. Это самое приоритетное. Самое интересное, что там есть. На мой взгляд, но перьев недостаточно. К сожалению, таким. Так. Ок. И последний, ребят, билет. Последний билетик, ребятки. Ну да. Ясно. Всё, как обычно, по стандарту. Ничем не удивили. Ничего мне, в принципе, здесь такого не выпало. Давайте быстренько перейдём. Посмотрим, что мы можем сейчас купить. Значит, здесь. Здесь роскошный предмет. Магазин наград у нас есть. С вами 7 радужных. И 11 получается таких перышек. 11. 11. Да ладно, с этим мы разобрались. Здесь что нам надо? Здесь нам надо 8 плюс 2. Нам надо 10. Нам надо 10. У меня есть 7. Это плохо. Надо 7. Надо 10. Есть 7. Есть 7. Давайте пробуем ещё рулетку тогда крутить. 10. Десятка, да? То есть 20 мы купили. 10. Так. Это со скидкой. Со скидочкой, ребятки. Дайте десятку попробуем. Ну да, давайте попробуем десятку. Крутанём сейчас десятку ещё. Три пера. Три пера. Получится или нет? Три перышка. Нет, нету три перышка. 199 кристаллов, а три перышка нет. Давайте ещё десятку. Тратимся сегодня, тратимся, да? 420, да. Там ничего не осталось практически. Поехали. В принципе, может и до пяти этих перышек. Так, крутимся. Перьев, на самом деле, цветных не так много. Здесь только в одном месте они выпадают. Но они, в принципе, вообще не падают. Если честно, так пошло. Пошла такая возьмя, что они вообще не падают. Возня идёт, а пель не падают. У нас 6 ещё билетов. Надо бы. Ну и если у меня 6. Ну, типа, да. Давайте купим. Ладно, давайте 6. Заберём эти перим. Будем тогда отталкиваться от того, что есть. Яйцо в Димона получится или не получится взять. Сейчас он это всё решится. Так, перышко. Вот вам и челлендж. Что там ничего не падает. Ну, кристаллы, да. По 199 падали, на самом деле. Но 999 мне не упало. То есть мне не повезло прям так. И в то же время, ну, понятно, качельки это, качельки это тоже. Это мега везение, если они вам выпали. Но обычно мы и видели награды. Это раз, два и три. Вот эти награды самые, которые такие себе. Пёрышко тоже кому-то я слышал по 10 выпадало. Но мне, к сожалению, по 10 не выпало. Так, два билета, ребят, остаётся. Два билета. У нас ни одного цветного пиранины выпало. Это очень печально, ребят. Очень печально. Так, всё, всё тоже. Ну, вот тут немножко, да. Пёрышки обычные мы забираем. Да. Забираем пёрышки обычные. Посмотрим, что мы там можем взять за обычные. Ну, кроме рамки и всё. Да, всё, здесь ничего другого нет. Ок. Далее у меня прокрутов нет, потому что, ну, это уже капец как надо много. То есть это ещё сотку надо сверху. Это то же самое повторить. А то же самое повторить это очень сложно. Потому что негде их взять. И ресурсы у меня все закончились. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, это я вот уже покупал пакетча. Здесь мы уже покрутили. За вход мы уже получили. Всё вроде бы мы сделали. Знаете, разноцветные перья. У нас вообще ничего не поменялось. То есть в Димона мы вообще не можем купить. Мы можем обычное смешанное яйцо купить. Либо ещё что-то. Ну, моё предложение, в любом случае, покупать вот этот свиток, чертёж ковки золотого снаряжения уровня 70-го. Берём. Больше здесь, что у нас, остаётся 5 золотых вот этих перьев. Не хватает в ровном счёту вообще ни на что. На мега цирк не хватает одного. Смешанное яйцо можно, да, взять. Останется 4. И вот и не туда, и не сюда перья эти. Ладно, давайте серебряные. Сейчас посмотрим, что у нас с серебряными. Будем от этого толкиваться. Здесь у нас... Можно 5 яиц взять. Плюс взять вот эту вот рамочку и, соответственно, звезду. Либо просто сделать 20 яиц. Зачем эти нам рамки нужны, в принципе? Возможно, здесь что-то выпадет дельное. Всё, я не буду рамки брать, рамки пускай кто-нибудь другой. У меня там есть своя рамка, поэтому эксклюзивную рамку я эту пропущу. Я возьму, возможно, что-то раздропается. С учётом, что вдруг упадёт. Здесь у нас остаётся, получается, имеется у нас опять... Пять перьев. Опять перьев. Мы можем взять раз, два, три. И у нас остаётся два пера. Нам не хватает на меня многоцирк. И я даже не знаю дальше, куда их обменять, потому что они никак не обмениваются между собой. И докрутить я не знаю где. Как бы, как получилось и не туда, и не сюда. Ну ладно, забираю тогда, что есть. Лимит покупок, к сожалению, тоже один. Было бы много хотя бы лимита покупок. Ну тогда получается вот так, ребят. Получается вот так, и получается, наверное, вот так. Всё, два пера остались. Они не остались ни туда, ни сюда. Я их и не докрутил. И вообще, получается, зря крутил. Даже не одно бы не дропнулось, было бы уже хотя бы. Оно даже одного не было. Вот. Что у нас? В принципе, самое главное, получили чертёж. Яйцо будем надеяться, что вылупим. Крутые классные яйца. Давайте мы бы сейчас быстренько... Чертёж я не буду, надо, применять. Или стоит мне его применить? Оно в любом случае. Выбрать чертёж ковки золотого снаряжения. Выберу я его потом. Пусть он будет, я потом выберу. Уже оттолкнусь от той вещи, которая у меня будет крутая и интересная. Поэтому пока не буду сейчас быстро торопиться. Выбирать чертёж, потому что не знаю, что я буду ковать. Дальше что у нас? Давайте быстренько посмотрим по поводу эвдимона на самом деле. Что и как. У нас, получается, сам есть эвдимон и есть яйца эвдимона. Яйцо берём. Яйцо поместить. Яйцо поместить. Чтобы его ускорить. Нужно связанные кристальчики. Связанные кристальчики. Давайте мы сегодня два с вами попробуем, откроем. Чисто посмотреть теоретически, что у нас такое получается. И вот это тоже. И два я поставлю в инкубатор. Вот. Открыть все. Ну, получаем всякие вещи на эвдимона. Фиолетового качества. Ладно, давайте ещё раз. Здесь уже поинтереснее. С заметкой эвдимона. Заметка эвдимона это вот такая вот заметка, короче, получается. Она прокачку вашего левела. Всё, последний. Вот как-то так. Эвдимона самого не упала. Давайте ещё, ладно. Пока есть кристаллы. Опять заметки, опять конфетки. То есть они как-то падают. Видите, два фиолетовых. Потом два золотых. И вот как-то так вот. Сейчас я все кристаллы свои спалю. Повязочка. Что-то прикольное на самом деле. Но она лучше, да. Повязка однозначно лучше. Давайте ещё раз поместить. Ладно. По возможности я покажу вам полностью весь контент. Так. Заметки, заметки. Заметки, заметки. Ещё. Ну, как-то так. Ну, остальное, пускай последнее яйцо. Выплупляется само. Поэтому посмотрим, что из него выпадет. Заметки давайте используем. Заметки выпадают рандомные, разные. Которые, в принципе, вам даже могут и не понадобиться, не подойти. Здесь что у нас? Здесь у нас, давайте, конфетки я съем. 55-й влочок. Немножко прирост. Навыки. Навыки активно давайте улучшим. И, в принципе, больше заметки. Остальные все упали куда попало. А самого тоже пэта нету, к сожалению. Поэтому вот то, что есть, то есть. Единственное, что мы выловили с вами свиток. Всё. Больше ничего такого интересного нету. Где-то что-то какой-то ошейничек ещё падал. Вот здесь вот, по-моему. Да, вот получше он был. Можно единственное, что его надеть. И, соответственно, там его прокачать. То есть, типа, усиление. Быстрое размещение. То есть, здесь вот всякие вещи, которые вам не нужны. Можно сюда закинуть и прокачать. В принципе, он довольно-таки неплохой. Снижение крита урона. Снижение урона эвдимона. Ну и, соответственно, за каждый левел мы получаем дополнительно прирост к общему БМ. Так. Так же вот крит может словиться. Фиолетовые. Ну, фиолетовые, в принципе, тоже не особо-таки нужны. Как-то вот так вот. Так. Быстрое размещение. Так. Так. Не применяется. Вот здесь не применяется. Можно, в принципе. Так, седьмой левел. Поехали дальше еще. Маленько не дотянули. Так. Не применяется. Все. Здесь золотые. Не знаю, что с золотыми. Конечно, с этими делать они хуже. Может, конечно, их можно тоже прокачать. Ну, да ладно. Посмотрим. Вот. В принципе, немножко совсем не то, что хотелось. Вообще не то. Да, повязочка выпала. И выпал свиточек, который, в принципе, изначально у меня был. Ну, и кучу-кучу всякого хлама получили. Вот. Поэтому такие крутки лучше берите не рандомные вещи, а берите уже по факту вещи, которые у вас будут уже нормально. Если это яйцо, значит, это яйцо будет. То, что вот это рандомное мы взяли. Видите, там ничего, в принципе, не повезло. Ничего не вылупилось. Вот. Поэтому все. На сегодня, ребятки, все. Вам хорошее настроение. Всем удачки. До встречи. Увидимся уже скоро. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok